С добрым утром. Где-то там рассвет солнышка, я его не вижу. Всем хорошего дня. А я сейчас собираюсь, сейчас выпью чашку кавы. Я буду ехать до Марьи Михайловны, везти ее к оптометристу. Я ненавижу подниматься утром, если есть какие-то дела. Я ненавижу утренние дела. Самое интересное, я рано просыпаюсь, но, видимо, где-то на клеточной памяти моей лежат отвращения к утренним подъемам. Я работала долго на теплично-овощном комбинате Запорожской атомной. Просто тепличницей. И чтобы туда доехать, надо было идти на автобус. На рабочий автобус. По всей вероятности, это у меня осталось на каком-то клеточном уровне. Это был ранний подъем, я не высыпалась. А почему я не высыпалась? Потому что я была молодая девочка, мне было всего 20 лет. Я гуляла, бухала, просыпалась. Ложилась спать уже перед рассветом, а то и сразу с гулек ехала на работу. И у меня, видимо, осталось. Вот это вот недосып. Едешь в этом автобусе, потом это жаркая теплица, спать хочется. Ждешь, когда работа закончится. Когда работа закончится, приходишь домой, думаешь, приеду, лягу. Хрен там, приехала, и опять 25. Откуда эти силы были? И теперь у меня как утро, и дела, именно дела. Я прямо и будильник. Будильник у меня это горькая изжога. Я, когда слышу будильник, у меня прямо какая-то паника. Я ненавижу будильник. Я проспаюсь без будильника. Да, и как только будет... Вот утренние рейсы, утренние поезда. Вот чего-то вот утро у меня... Причем, я же говорю, когда дел нету, у меня все хорошо. Я нормально просыпаюсь все равно в 4 утра. Лежу, думаю, читаю. У меня вдохновение приходит, я могу что-то написать. Так, солнышко, не дождусь сегодня, немножко пасмурно. Такое красивое, кучное небо. Пошла я пить каву. Вам хорошего дня, счастливой жизни. Знаете, что вы самые лучшие и можете все. И никому не позволяйте вам доказывать обратное. Все, погнали. И еще, кстати, кто знает американцев, скажите мне. У меня тут такой вопросик есть, маленький. Вчера было у меня... У меня всегда в квартире очень тихо, я хожу всегда босиком. Я не любитель танцев и громких звуков. Но вчера на крыше кто-то у меня бегал. Видимо, что-то делали. Вчера вообще было как-то шумно. И пели, и танцевали, и догуливали кто-то на бассейне. Но это их личное дело, это не в этом вопрос. И я именно валялась в кровати, работала. Потому что у меня стоит компьютерный столик около кровати, я на него заваливаюсь и работаю. Тут у меня кто-то стучит в дверь. Честно говоря, я никогда никого не жду, никому не открываю. Но в этот раз я почему-то ее открыла. Стоит женщина в каком-то очень наухайном костюме медицинском. И что-то мне говорит по-английски. Я ей сказала, что я прошу прощения, я не знаю язык, можно ли я... Ну, она не против, я включу автотранслейт. Она сказала, окей. Она представилась, что ее зовут. Она говорит, мы услышали у вас стуки, я пришла. Ой, у вас громкие звуки. Я говорю, у меня нет громких звуков, у меня дома тихо. Это не у меня, возможно, это у других соседей. Она у меня опять настойчива. Я живу не жива. Я услышала у вас громкие звуки. И так вот, мне кажется, это хитренько, или это правда, она так искренне. Мы просто услышали громкие звуки, и хотели узнать, все ли у вас в порядке. Думаю, это такая ширмочка, узнать, что у меня в порядке. Или это у нее предупреждение, что у вас что-то было шумно. Это не есть гуд. И типа я это подала в той оберточке, что все ли у вас в порядке. Ну, то есть, нехорошо стучать. Но дело в том, что я вообще не стучала. Не стучала, не гремела. У меня всегда абсолютно чисто. У меня тихо, у меня никогда ничего не падает. То есть, я вообще человек не громких звуков. То есть, я не фанатка, мне самой тут очень громко. И вот мне хочется понять, я правильно ее заразумила? Это было такое, типа, первое китайское предупреждение? Ну, допустим, она где-то-то шум услышала. Я не знаю где. Но вот ее приход был, что это означает. С добрым ранком поблыще еду к Марьи Михайловну везти к автометристу. Спасибо большое за рекомендацию. Мне кажется, что... Мне кажется, что... Мне кажется, что... Все-таки там кот успел подметить. Либо, опять же, не знаю, тянет снизу от той собачки. Ну, в любом случае, буду убирать. Алкоголь у меня есть. Наверное, не буду покупать средства в Амазоне. Пока, по-моему, моющим. У меня очень много моющих. Плюс у меня есть и перекись, и... Даже есть нашатырь в кабинете. На вес золота оно есть. И есть алкоголь, потому что я им пользуюсь инструменты. Протираю, обезжириваю. Ну, то есть, он у меня в профессии. А тут же ж этого алкоголя в аптеке стоит и 90-процентный, и 72-процентный. И такими баклагами у меня. Но как раз баклагами. Представляете? Сюда бы русских мужиков впустить. Я не про тех, которые элитку, на элитку зарабатывают, а всех остальных. Я там видео увидела, как чувак ходит по 12 рублей, покупает чарку самогонки в каком-то под Москвой и в ближнем. И помню историю про боярышник на стойку. Им бы не пришлось боярышник хлебать. Они хлебали бы здесь вот этот вот спиртуган, которого полно в аптеках без всяких рецептов. И вообще 2 копейки стоит. Ну поехали брать, брать оптометриста. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А, ну, а то-то я не видела, что-то где-то вот тут. Направо. Тут направо? Или не тут направо? Поверните направо. Затем ваше местоназначение будет вправо. А, то-есть я повернула направо раньше срока. Ну это где-то тут, потому что я видела по... А вот они, Мемориал Айтсэмбис. Направляйтесь на северо-восток. Не надо мне ни на какой северо-восток. Так, сзади меня нет никого. Это мы приехали сюда куда-то близко. Это если отсюда пойти, мы доходим до школы. Ну, то есть с той стороны, где жила я. Так. Ну, у нас на сколько? На 9.45. Ой, мать-ка-бать. В общем, мы пришли в поликлинику. В эту глазную. Марию сейчас регистрируют. Вот. И ждем, в общем, ждем приема. Блин, класс, я же Чичи люблю. Елки-палки. Ой, какие классные оправы. Не то, что нищебродская всякая. Вот люблю очки. Не жалею, кстати, на них. Никаких денег всегда себе покупала. Дорогие. Ну, солнцезащитные, но дорогие всегда. А во-первых, они... Ой, вот это вот просто мой стиль. Та-дам. Ну, это ж, блин, видно. Оправа, так оправа. Берешь в руки. Это была бы не Лена, если бы не померила. А то как. Я любитель. Копылюха. Я, правда, у них ничего не вижу. Но оправа, по-моему, очень даже. Так. Клевая оправа, обалденная. Роговая. А сколько она стоит, не видно, да? Это может сказать только... Ну... Да. Ой, какие вот эти красивые. Сине-коричневые. Эти они... Компетку. Размер. Вот. О-о-о-о-о-о. О, вот это мои. Которые у меня на глазах. Это какая-то мода, наверное, по... О-о-о-о. О, вот такие у меня. Неужели это мои очки? Стопудово. Вот они. Которые я вам давала поносить. Маша. Ну, у меня солнцезащитные. Ну, у меня солнцезащитные. Я просто вижу по ножкам вот этим. По краям. Они очень дорогие. Я их когда-то очень дорого купила. Вот эти мне нравятся. Мне вот нравится, когда оправа какая-то такая очень необычная. Мне нравится оправа пудрового цвета. У меня были пудровые, такие были красивые. Но они... А, они дома. Потому что началась война, и мне точно было не до очков. Вот эти красивые. А, ну да, Кевин Кляйн. Я думаю, вот мне всегда все нравится то, что стоит денег. И сколько этот Кевин Кляйн стоит? Тут даже есть ценник. Час. 219 долларов. Ну да, я знаю. А вы вообще знаете, что Кевин Кляйн... Дети, дети... Ну, вот сам великий Кевин Кляйн... Его родители, бывшие наши, украинские, из Буковелли, иммигранты. И мама, и папа. И вот Кевин Кляйн одел весь мир. Так что среди украинцев есть люди неленивые, достойные. Кто хочет, тот сделает. И для себя, и для других. Ну, это уже чичики детские. Так, ладно, чичики детские. Я... А, и еще Света предупредила, что могут вам глаза закапать, чтобы смотреть. То есть у вас будет дискомфорт со зрением. Вы в курсе, да? Да. Ну, я считаю, что на это надо согласиться, потому что если зрачок не подвигает, то, ну, а смысл ходить по этим врачам? Надо уже пройти полное обследование. Какие-то зеркала интересные. Вот тут будут, наверное, проверять какие-то шкалы. Ну, хорошая клиника. Мне нравится. Современная, как и у нас. Как я хочу здесь иметь... Сейчас я приду. Как я хочу здесь свою студию. С одной стороны, я не хочу привязываться к каким-то местам. С другой стороны, я хочу студию. Это какая-то... Кто-то была парикмахерская маленькая. Но должна сказать, что для меня такая маленькая комната, поставить кушетку для тату с витражными окнами, была бы идеально круто. Вот просто, просто охватила бы, да. А, так там много кабинетов. Это целый... Это целый салон. Да. А здесь что? А здесь вот как раз кушетке и стоит. Круто. Я бы тут хотела работать. А что эта кушетка делает? Я не знаю. А это кладбище. У меня тоже есть видео, когда я по нему гуляла. Мы сейчас находимся рядом с этим абби, в котором Маша живет, в котором я ранее жила. В этой речушке черепах очень много. И вот это офтальмологический центр. Круто, когда ты уже что-то знаешь. Света, не устану на вас, благодарю. Итак, докладываю. Вышла девочка. И девочка, сотрудник этой клиники, сказала, что Медикейт не подходит для обследования. Для обследования только за наличные деньги. То есть Медикейта мало. Медикейт нужен только для подбора очков. А я спросила, какая цена обследования, именно глаз. И она ответила, что от 65 долларов до ну что-то до 180, я уже забыла. Ну и мы, естественно, согласились на прием, на полное обследование глаз, чтобы хотя бы понимать, что у нее с глазами. А потом уже выбирать очки. То есть очки уже выберем в конце концов. Ну я думаю, после обследования они дадут назначение на очки. Ну а если уже и очки придется выбирать, то уже они используют страховку Медикейт. Ну как-то так. А, с вами? Я могу? Окей. Speak. Автотранслик. What is the issue that you're coming in for? По какому вопросу вы пришли? В общем, через автотранслит мы поговорили. Не то, что мы поговорили, а мы отвечали на вопросы. Вот этот врач опрашивал, заполнял, вроде типа, анкеты. Он спрашивал общие вопросы. Болели, не болели? Чем болели? Аллергия? Ну то есть он задавал какие-то вопросы, чтобы заполнить карточку. Подобные вопросы потом задавали и врач лечащий. Потому что она была доктор, мы были к ней на прием, а это специалисты, не знаю кто. То есть мы отвечали на общие вопросы. Заполнили Машину карточку. Там такое. Вопросов страшных не было, не буду повторять. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Это мальчик, по-другому, моложе моего сына, может быть, ты по выше возраста. LOOK HERE! Look at my ear! итак я гадалка буду скоро принимать на приеме в общем инфекции болезни глаз не обнаружено врач сказала и сказала что в связи с болезнью вот этой вирусной которой она переболела простудной есть такое что получилось послабление глазного зрения вдаль и ей сделают коррекцию коррекцию зрения ее теперь посмотрят на глаза в общем и продолжаю и она сказала что теперь нужно ей нужны просто очки возможно это пришло время ей поменять ну то есть приобрести коррекционные очки для зрения собственно как об этом и думала как я предполагала именно просто логикой какой-то своей что ей нужны очки просто для дальнего зрения для для далее и вот врач подтвердила что слава богу нету никакой инспе и инфекции и ей будут давать ну сейчас ее проверяют на просто на зрение и и и и и и и и и об и и и zer и и эти и Эти тоже хорошо, но эти модные. Вот эти модные. Я вообще люблю модные. Вот в этих вообще. Это лучше всех. Давай ещё раз. Вот эти или эти. В этих тоже хорошо, но в этих лучше. Девочка заберёт. В общем, дали человеку, ей глаза закапали какими-то каплями, она их сняла, одела другие очки и говорит, они неудобные. Вот так вот сливают благо в унитаз. Окей. Докладываю. Я снимаю все процессы с вами. Мне надо ваше разрешение. Могу я размещать это на своём канале? Сейчас камера включена. Ваше разрешение надо. Маша, вы разрешаете мне? Скажите полным текстом. Я разрешаю тебе использовать материал сегодняшнего дня. О боже, а я и вчера использовала, и позавчера. Так, рассказываю. Смотрите. Кто будет шариться по больницам, как мы с Марьей Михайловной? Не стесняйтесь всё спрашивать. Мы пришли. Но мне, конечно, большая благодарность, Света, вам, что вы меня научили, что такое идти в больницу и что об этом, как надо об этом говорить. Я просто вам поверила. И я действительно сегодня постоянно утверждала, что мы, кстати, в Света, в Медикейт не попали. Медикейт не покрывает. Хоть они и декларируют себя, что они работают с страховкой Медикейт, они оказалось только для выбора очков Медикейт работает. В общем, обследование мы прошли за Машины деньги, то есть за её личные деньги, за собственные деньги. Но мы, это без претензий, это потому что многие придут и начинают пиздеть, что вам тут никто не должен, нам никто не должен, мы даём любезно консультацию для тех, кто боится ходить в больницы. Это информация просто для понимания, что вы придёте за свои деньги и не бойтесь, это не огромные деньги. По факту, она там нам насчитала ещё какие-то там нам очки модные, Маше предложили биполярные. Я, сори, люблю очки, но не очкарик, и в этих тонкостях не разбираюсь. То есть Маше ещё и предложили очки без разделения монолитное стекло, которое будет ей и для зрения снизу, и для дальней, такие дальние очки ей дали. Ну, вот как-то, да. Что ещё я должна сказать, что насчитать, то есть вообще, по сути, должна была быть там цифра только за стёкла 1000, не помню, 200, но около 1300, я не помню, я что-то не запоминаю такие мелкие цифры, я люблю округлять. Но она сделала нам тысячу и одну скидку, как она это сделала, я не знаю. На выходе у нас получилось и оправа, которая стоила 70 баксов, которую, ну, в кадре будет, как Машенька мерила эту оправу. И стекло и обследование, это всё за всё. Она нам сказала, не волнуйтесь, пожалуйста, я объяснила, что мы не сильно большие богатеи, нас не надо за все деньги мира, ну, потому что мы отдаём отчёт своим. И она нас в конце сказала, что я вам сделаю хорошие скидки, и в конце фильма у нас получилось 314 долларов. Не ссыте, идите по больницам. Всё, рассказала, поехали. Светочка, добрый день. Мне хочется выразить вам большую благодарность за вашу помощь. Бескорыстно. Я с помощью вас не боюсь ходить к врачам. В общем, эпопея с Марьей Михайловной, слава богу, закончена. У неё нет никаких ни инфекций, ни каких-то нарушений в глазах. Она сказала, у неё очень здоровые глаза. А это просто, ну, видимо, простуда дала, расслабила немножко, но это всё восстановится. А дальнее зрение, ну, оно может быть, извините, дальнее зрение. Дальнее зрение, оно может и возрастным быть. Но уже, слава богу, всё сделали. У неё нету уже ни... Она там что-то только от кашля принимает. То есть Маша идёт на поправку. Но я всё-таки думаю, что это не простуда ей дала по зрению, а депрессия. А как только она немножко ожила, что она кому-то нужна, и у неё она сразу стала веселее. И я этому рада. Я хотела бы, чтобы они там между собой, родственники, немного включили эмпатию. Они не хочу комментировать, вообще не хочу разбирать чужие отношения. Но если человек болеет, это сигнал, значит, у него что-то не так. Вот я хочу, чтобы они исключили вот это не так, причём все стороны. Те научились давать внимание, это научилось не ждать внимания. Вот у меня отличная позиция. Я ни от кого ничего не жду. У меня нет разочарований, у меня нет ожиданий. Поэтому у меня просто the best. И я себя очень комфортно чувствую. Да, я к этому шла. Я даже помню, когда я была маленькая. Капец. И не только маленькая, а даже уже и взрослая. Но во мне жила Леночка маленькая. Я так себя жалела. И всегда думала, знаете, как представляла. Вот бы я сейчас умерла, но так не взаправду. А так умерла. И посмотреть со стороны, как бы они надо мной плакали. Вот я хотела, чтобы люди поняли, как они во мне нуждаются и плачут. При утрате меня. И я тогда даже не понимала, что мне не хватает любви, внимания. Вот так вот хотела просто умереть. А теперь-то я эти процессы все поняла. Почему мы болеем? Почему человек болеет? Почему человек болеет? Он требует к себе внимания. И организм откликается. Раз и болезнь. А при болезни всегда все уделяют внимание. Только не в Машином случае. Маша заболела, а на нее все болт забили. Я не знаю, чего они так решили, почему они так решили. Может, так удобно. Я не хочу в этом разбираться. Вот именно это меня вообще нахрен не интересует. Вот. Полюбите себя сами. Воистину, сами полюбите себя. Любить себя это не жалеть. Стонать. Надо тебе внимание. Скажи, что я нуждаюсь во внимании. Надо тебе что-то тактильное. Да, я тебя обниму. Обнимите, кого хотите. Не даст обнимать. Найдите другого, кого можно обнять. Если нужно что-то тактильное. Хотите секса, скажите. Давай потрахаемся. Не хочет трахаться. Найдите того, кто с вами будет трахаться. Всегда найдется тот, кто вас хочет. Поверьте мне. Но не ждите, чтобы вас хотели те, кто этого не хочет. Это дорога в никуда. Но, чтобы это все было, нужно самому себя полюбить. И начать к себе самому хорошо относиться. Болеть спина, значит, сделать зарядку. А не сказать, я с физкультурой не дружу. Ну, значит, принимай больную спину. Хочешь быть встроенным? Не пережирай. Не жри вредного. Это я для себя говорю. Не для вас. Потому что я... Есть вещи, которые я озвучиваю. Я в большинстве своем говорю в камеру, а слышу себя со стороны. Это для меня сказано. Хочешь хорошо выглядеть? Кушай хорошо. Мысли хорошо. Зарядку делай. Гимнастику. Масочки. Вот это хорошо к себе относиться. А когда мы говорим с физкультурой я не дружу, все, значит, ты подписала приговор. Спина будет болеть, ноги будут болеть. Нет физического развития, нет силы. Ну, то есть, это опять выбор. Наш выбор. Вот видите, все упирается в наш выбор. Мы выбираем, как жить. И требовать от кого-то внимания, поступков. Нет, требуйте от себя. Надо потребовать от себя. Хорошо ли я к себе сама отношусь. Если мне надо что-то, какая-то помощь, ее надо попросить, вот это называется к себе хорошо отнесся. Взял, попросил, заявил. Если человек не готов вам в этом помогать, отправиться в поиски другого, а не впадать в обиду. Нам никто ничего не должен. Вот это надо правило выучить, и все будет the best. Так, мои добрые дела я приостанавливаю. Машу давила, как говорится, под ключ. Уж очки она заберет сама. Ей от дома идти до магазина, до клиники, а из клиники буквально там 18 минут, это в пешей доступности, по воздуху, через кладбище, там кладбище, вдруг какой-то сидит, чувачок оплакивает свою жену, вдовец, а его надо утешить, подойти слезы, вытереть, прижать голову к своей груди. Гляди, и замуж вышла. Это хороший вариант. Маше, у Маши есть вариант найти и утешить вдовца по пути за очками. Два в одном. Какая прелесть. Вот, и мне пора заняться уже собой. А вообще, знаете, хороший мультик про крокодила Гену и Шапокляк. Помните? Кто людям помогает, тот тратит время зря. Ха-ха-ха-ха. Хорошим делами прославиться нельзя. Ха-ха-ха-ха-ха. Фу, как жарко. А окно открываю шумно. Все, друзьяшки, до завтра. Кстати, такое видео классное сняла. У меня белка гоняет голубей. Но я его размещаю на своем канале для белок. Я открыла канал с белками, птицами. Но, слушайте, белка такая агрессивная. Гоняет голубей этих горлец. А горлицы, кстати, очень любят. Я им дала кучу зерна всякого разного. А горлицы любят арахис. Прямо заглатывают его целичком. Так, ладно, все, друзьяшки. Я уже прощаюсь на сегодня точно. Сейчас сделаю этот маневр безопасно. и все. Пока.